Эй, хорошо-то как? А воздух-то какой, а? А природа-то какая? Ого, а люди-то какие? Ничего себе. Что? Что? Ну что? Отдохнуть приехали, да? Ну да, отдохнуть. Кошмар. Ну это, главное сподлечиться. Тут говорят у вас медицина, ого-го. О, да. Тут медицина, оху, ого-го. Главное не пропускать и будешь... Как огурчик? Как я. Огурец. А я вот только приехал, да. Ты сам откуда такой? Я из Донецка, а вы откуда? Моя с электрофореза такой. Ой-ой-ой. Да. Так, я понял, я понял. Значит, на форез я твой не пойду. Не, ну раз оно имеет такой странный... Что? Ничего. Не, показалось. Оказалось, иди. Эффект налицо. Ага. Да. Слушай, а ты поподробнее про свой форез расскажи-то, а? Ну а что? Что? Ммм, зашел я в кабинет. Ага. Там, значит, девушка. Девушка. Девушка, да. Да ну. Не-не-не. Не-не-не. Ну ладно, ладно. Девушка там. Нет, девушка, да. Ага. Ну. Страшная, что ли? Не, почему? Симпатичная. Да, показалось. Показалось, да. Говорит, вот тебе проводок. Проводок. Ммм, да. Подключи к самому здоровому месту. Ну? Я ж не знал, что речь идет о размере. И подключил. А, туда что? Господи, боже. Ага, ну и чё, чё? Она говорит, вам сколько включать? А, ну... Ну да, у меня ж всё включено. Вот она мне всё и включила. Господи, а? Ощущения какие вообще, а? А, ощущения... Ну вот. Как тебе сказать, ну ты, ты, ты... Ммм, колбаски на решетке жарят? Не, 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 не. Понятно. Ты ууууууууууууууууууууууууууууууууууукоптил? А, не, не... Ты кабана смолил? А, ну да. Вот то же самое, только кабан живой. Боже. Живой был еще тогда мой кабанчик. Пошел. Да. Так, понятно. Понятно. Значит, на форес я твой не пойду. Значит, на массаж. На массаж схожу и все нормально. Я тоже думал, массаж и все. А там-то что? Пришел, думал, массаж спины. А оказался массаж... Да вы что? Да нет, нет, нет. Чуть ниже спины. Простите. Не простите, а простаты. А оказался. А это как вообще? Ну как, зашел в кабинет. Там, значит, девушка. Ну. А, симпатичная, да? Нет, страшная. Показываю. Да, говорит, станьте так. Как? Станьте так. Как будто, ну как. Ты клубнику собирал? Ну как-то непонятно. Ты флешку в компьютер вставлял? А, ну нет. Ты недавно с Россией за газ договаривался? Мне непонятно. Ну, короче, станьте так, как будто не ты, а тебя. А, я встал. Она мне как... Я аж подлетел. Ага, да. Говорю, девушка. А она говорит, шоу. Шоу, 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 шоу. Шоу-шоу-шоу. Шоу-шоу-шоу. Шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу. там да пишу да а это ощущение какие какие там ощущения ну да как тебя вместе ну ты свои бетон забивал а да не строительный деревце сухую землю вставлял не натуралист не вот пальцем в носу ковырялся да это не нос о как до кошмар так я понял значит на массаж ходить тоже тяжело мне тяжело ходить после массажа слушай раз ты тут все знаешь подскажи у меня в карточке написано какая-то где она а вот уринотерапия что вообще такое это полезно а чё это такое значит надо 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 пописать а потом выпить зачем проверяю чтобы потом опять пописать ты чё выпил и пописал кошмар и главное никакого сервиса хоть бы дали лимончик ну конечно без закуски вообще никак кошмар или холодильник бы поставили зачем ну чтоб тянулась сервис ноль сервис ноль сервис ноль понятно так я все понял я на процедуры вообще ни на какие не пойду да я пошло пойду обследуюсь и уйду все я тоже думал пойду уйду а что они говорят надо чё кишку глотать ой я как его увидел а можно не целиком можно я и он прожую а не верить не надо не жуя я не жуя у вас не выйдет вышло но этих докторов все выходит да наверное кишку глотать это самое страшное самое вы если бы не пиявки чё еще за пиявки челебные это я понимаю мне одну медсестра поставила говорит не бойтесь она пососет и отпадет а сама вышла в коридор но это пиявка вниз полезла куда 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 надо а куда надо то куда не надо не смешно не смешно так до сих пор и не отпала живи хобби как еще да наташкой назвал наташка да так ты теперь на ней жениться должен да так я понял я понял вот спасибо товарищ ты мне кстати очень сейчас сильно помог да поезд домой когда не спеши мнение все еще клизмы не прошел так чушу за клизмы очищающие это уже понимаю я курс прошел еще одна еще одна осталась еще одна стоит очистит да а как это с клизмами там вообще легко да да значит слушай заливают в тебя а литров 20 воды серьезно ну по ощущениям да и говорят сожмите свои а ну плоскогубцы короче сожмите и терпите а зачем терпеть то у них туалет в соседнем корпусе ясно ну я сжал свои красотиже и пошел терпеть и пошел да иду быстро вообще по ощущениям как ветер ну да лечу ну да мчу чувствую ой 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 не дончу ну конечно а я не надо мчать плоскогубцы это не железные я мчу мчу чувствую но держусь иду навстречу мне бабушка со старенькой ну сумкой такая цыльню же в нем с потеряной Beta plupart да а12 ну да да и помчали мы дальше троим троем я бабушки плоскогубцы хорошо чувствую не выдерживали бабушка-�авоническом боблова ты плавать умеешь я понял да я понял я вот кстати сейчас только понят Как же, что раньше-то я не понял? Поездом-то оно долго будет. Самолет где? Дончани. Не-не-не, все, Дончани. Последний вопрос. Ну что еще, что теперь еще? Ты плавать умеешь? Да пошел ты, блядь! Поехали дальше. Евгений не знал, что такое автостоп, поэтому ему казалось, что люди на обочине просто показывают, какая у него крутая тачка. Как вы поняли, дальше речь пойдет о туризме. И у нас в эфире программа «Вокруг света». И наш сегодняшний гость, постоянный путешественник, Сергей Петрович. Встречайте! Здравствуйте! Здравствуйте, Сергей Петрович! Здравствуйте! Что, где были на этот раз? Здравствуйте! Здравствуйте! В этот раз был... Здравствуйте, где вы? Ага, здравствуйте. Да в этот раз был автобусный тур. А, понял. Присаживайтесь. Спасибо. Сергей Петрович, я здесь. Да, я понимаю. Автобусный тур. Я просто всю поездку сидел возле окошка. А, понял. Здравствуйте! Здравствуйте! Помните меня? Да, я вас узнал. Здравствуйте. Ну что, Сергей Петрович, автобусный тур. Расскажите, что вы видели в автобусном туре? Ой, вы что? Это чудесно. Это были реки. Прекрасно. Это были горы. Шикарно. Это было, значит, водопады. Круто. Это природа. И это все только кавказская пленница. Мониторчики, да. Очень интересно. А потом? А потом, значит, была операция «Э». Фиксики. Сваты-4. Маша и Медведи. Короче говоря, как говорит Казанова в четвертой серии «Разбитых фонарей», скучать не приходится. Ну, здорово. Ну, потом-то вы остановились. Честно говоря, остановились мы на «Терминаторе-2». Ну, слава богу. И, судя по графику вашего путешествия, это был Будапешт. Я не знаю. Мальчики пошли налево, девочки пошли направо. Если это называется Будапешт, тогда Будапешт. Да, да. Но уже на следующий день вы должны были приехать в Париж. Ну, не совсем, вы знаете. Автобус был большой, людей много. Ну. Ехали мы медленно. Ну, сами понимаете, то одному надо в Будапешт. То второму, короче говоря, на третий день нам удалось синхронизировать кишечники. И мы прибыли. В Будапешт. Не, в Париж. И что Париж? В Париже первым делом мы пошли искать Будапешт. Понятно. Я говорю, что в Париже-то? Ой, в Париже, знаете, что понравилось? Лувер. О, Лувр. Лувер, да. Наконец-то, хоть какая-то полезная информация. Ну, а как вам Лувр? Ой, Лувер замечательно. В Лувере к нам подошла женщина с красным зонтиком. Так. Страшная такая. И что? Я говорю, чтоб вы не потерялись, уважаемые туристы, смотрите все время, ищите глазами красный зонтик. Ага. Это бы к чему сейчас? Это к тому, что из всех достопримечательностей в Лувре мы видели только красный зонтик. Подождите. Ну, вы же подходили к знаменитой Джоконде? Да, Джоконду видели. Джоконда потрясающая. А расскажите, это правда, что вот в какой бы точке зала вы ни находились, взгляд Джоконды все время направлен на вас. Знаете, судя по ее взгляду, она тоже боялась потеряться. И тоже глазами все время искала красный зонтик. Ну, понятно. Что было потом? Потом было еще два-три бесплатных Будапешта. А потом был «Дьявол носит Прада». Фильм. А, я понял. Вы сели в автобус и поехали дальше. Да, да, да. Ну и что фильм? Полное вранье. Почему? В нашем автобусе оказалось, что дьявол носит не Прада, а дьяволу семь лет. И он носит футболочку с Микки Маусом. В смысле? Ну, сзади меня сидела мамаша с мальчиком. Ну? У которого страшное имя Антон Перестань. Знакомая ситуация. И вы никак не могли его успокоить, да? Как? Я ему и планшет свой предлагал. Но зачем этому маленькому гаденышу планшет? Если он может два часа без перерыва пустой пластиковой бутылкой бить по спинке моего сидения. Хорошо хоть кресло откидывалось. Мое. Я его иногда вырубал. Давайте не будем о подробностях. Значит, после Парижа был Амстердам. Амстердам. О, прекрасный город. Город тюльпанов. Это не главное. Главное красных фонарей. Там витрины и за витринами женщины. Да, я понял. Мы все-таки нашли способ потратить 50 евро, да? Да, да, да. Расскажите. Она хотела меня удивить необычной позой. Ну? Что? После автобуса. Необычной позой удивлял ее я. А я понимаю, да. Ну а в целом-то понравилось? Понравилось бы больше, если бы этот семилетний дьявол не бил в нам в окно пластиковой бутылкой. Ужас. Да. Представляю, как он вас раздражал. А главное, что не в такт. Ага. Ну и как вы решили эту проблему? Я решил изгнать дьявола. То есть? Ну то есть очень просто. Когда мы вернулись после экскурсии в Амстердам в автобус, водитель спросил, все ли пришли. Я тут же крикнул, да. Хотя к этому моменту малыш с мамой еще не вернулись. Понятно. На этом ваши страдания окончились, да? Увы и ах. Оказалось, что семилетний дьявол не только носит футболку с Микки Маусом, но и прекрасно догоняет автобус на такси. Ясно. А давайте все-таки вернемся к вашему путешествию. Да. После Амстердама у вас был Мюнхен. Мюних. Мюних. Нам сказали говорить Мюних. Я понял. Расскажите про этот город. Ой, вы знаете, там потрясла, там знаете, что потрясла, потрясла такая статуя вот этого кабана. Статуя, да-да-да-да-да. Я что-то слышал, да. Говорят, даже есть такая традиция, чтобы разбогатеть, нужно потереть этому кабану и... Колокольчики. Да. Мы называли колокольчики. Ну и расскажите, как. Ну, что вам сказать. Первыми богатеть побежали женщины нашего автобуса. Ну, конечно, да. И судя по тому, как они терли, назад я должен был ехать в автобусе с одними миллиардершами. Да. Одна купчика аж до мозолей терла. Ну, хватит, ну что, ну перестаньте. Это правда. Да, правда, да. И, в общем, значит, когда они уже натерли тысяч на пятьсот баксов, вовремя раздался сигнал автобуса. А, да, и вы сели в автобус и тронулись в путь. Нет, тронулись мы раньше. Просто в путь. Да, а с мальчиком, правильно? Мальчиками не только. Что, были еще объекты всеобщей ненависти? Да, 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 да. Еще в Киеве к нам подсела такая женщина, ну, такая тучная. Такая, как вам объяснить? Короче, когда она зашла в автобус, всем стало тесно немножко. Ну, я понял, да. Да, полная женщина. Полноватая, да. А как ее звали? Я не понял, из-за дышки. Мне показалось, ее зовут Наташа. Наташа, наверное. Наташа сказала, да. Но это не важно. Весь автобус ее называл сержант. Почему сержант? Так храпеть ночью может только дембель. Вы там что, всем клички пораздывали? А, да. Ой, 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 был вообще замечательный, значит, мужик. Один мужик был замечательный турист. У него кличка была Кардашьян. Наверное, потому что он был армянин? Не, потому что он каждое утро просыпался с криком, Господи, моя задница стала еще больше. А у вас тоже было прозвище? Да, у меня была кличка Подсолнух. Почему? Подсолнух, потому что куда бы мы ни ехали, я всегда был на солнечной стороне. Да, это, кстати, видно по вашему загару. Спасибо. Ну, вернемся к вашему этому сержанту Каташи. После первой же ночи знакомства с Аташей, значит, автобус поделился на две части. Те, кто ненавидели Аташу и Аташа. Слушайте, ну нельзя же так ненавидеть человека только за физические недостатки. Вы что, идиоты? Из-за полноты? Это нормально, это украшает женщину. Это из-за ее истерики было. Что за истерика? Она устроила истерики, что она, видите ли, дома забыла пинцет. Пинцет? Пинцет. В автобусе. Зачем ей пинцет в автобусе? О-о-о. Вот тут начались сюрпризы. Что? Оказывается, Аташа с каждым днем становилась все больше и больше похожа на Игоря Николаева. Смешно. Кто знал? Смешно. Ну как смешно, смешного мало. Ладно, после Мюнхена был Рим. Был Рим. Ну. Рим, потрясайся, город. Ну, на подъезде в Рим наш водитель предложил нам всем скинуться по 10 евро. Ничего себе. Да, и сказал, что он нас завезет в Ватикан и лично познакомит с папой. Да вы что? И не соврал, падла. Правда? Да, на въезде в Ватикан стоял его папа. И он нас с ним познакомил. За такие бабки. Казался, наш Зарубичанин. Я вас поправлю. Давно там работает в Италии, да. Ну, вообще, Ватикан понравился. О, да, понравился. Знаете, мы когда вот этого стояли в очереди, в тот самый вот этот собор, знаете, да? Святого Петра. Святого Петра. Нам понравилась совсем другая очередь. А дайте-ка я угадаю, Секстинская капелла. Не-не, в бесплатный Будапешт. Опять Будапешт. Ну, вот так было. Так давайте сменим тему. Давайте. Вот, судя по датам, вы в пути праздновали Рождество. Да. Потрясающий праздник. Но это не главный наш христианский праздник. Главный христианский праздник был у нас в автобусе Снятие. Снятие? Он называется Снятие. Христианский праздник Снятие. Что это такое? Ну, это когда после, значит, восьмичасовой экскурсии все возвращаются в автобус и одновременно снимают обувь. Господи, и что тут христианского? Ну, что, это божественно. Ну, слава Богу, это был последний город. Да, это да. И после Рима вы отправились домой. Домой, домой, домой. Что вам запомнилось больше всего по пути домой? Ой, был уникальный момент, когда наш автобус на границе прилип к железному столбу. Как прилип? Так, оказалось, что количество магнитиков в нашем автобусе превысило все допустимые нормы. Понятно. Еще что запомнилось? День рождения одного из туристов. О, ну расскажите. Ой, то, что праздник удастся, я сразу понял после фразы водителя. А есть еще у кого-нибудь права? И что? Не повезло. Что, никого не было прав? Ну, почему? Права были только у Игоря Николаева. Но он уже, как три дня, совершенно не похож на туаташу на фотографии. Понятно. Ну и вот вы, объездив всю Европу, наверняка можете сказать нашим зрителям, в чем же основная разница между Европой и Украиной. А знаете, когда ездишь по Европе на автобусе и засыпаешь, прислонившись к стеклу, оно вот так вот не шарашивает тебя. Да, да. Ну хорошо, ну и напоследок совет туристам, которые решили отправиться в автобусный тур. Легко. Значит, запомните, самое главное в автобусном туре – лететь на самолете. Спасибо. Спасибо. В Будапешт. В Будапешт пойдем.